Привет, орбита! Привет, привет! И вот так машет руку и так пробуем. Привет, орбита! Привет, орбита! И мы начинаем игру. Крестики, нолики, аплодисменты! И я приглашаю на эту сцену представителей четвертого отряда. Кто сегодня играет на сцене? Подборные аплодисменты всех остальных. Аплодируйте, аплодируйте. Леня, заставляем аплодировать, учим. Вот девочки не аплодируют, да, мальчики не аплодируют. Умнички аплодируют. Итак, давайте встаем все в одну линию. Давайте встаем в одну линию. Прекрасно! Вас должно получиться 12 человек. Но единственное, что микрофон у нас будет теперь один, но ничего страшного. Кому попадает свет в глазки, можно их прикрыть. Сейчас Павел Иванович закроет свет, и все будет хорошо. Итак, вот они 12 человек, которые сегодня претендуют на победу. Победители получат приз от лагеря «Орбита». Но победителем станет только одна команда. Потому что из 12 человек, которые на этой сцене, 2, 4, 6, 8, 10, 12, мы сформируем две команды. Итак, вы уже сформированы. И что, у нас идет борьба мальчики против девочек? И это прекрасно. Это прекрасно, потому что мальчики и девочки вместе создают очень сильную команду. Мальчики сильные, а девочки умные и красивые. Согласны? Тогда аплодируйте. Итак, ну тогда я предлагаю команды, которые у нас сформированы, сейчас разойдутся, но мы сначала познакомимся. Давайте знакомиться, называем свое имя, откуда вы, в каком классе и как учитесь. Договорились? Итак, поехали. Меня зовут? Меня зовут Настя. Я учусь? Я учусь в той первой школе. Перехожу? Перехожу в четвертый класс, учусь... На одни? На одни четверки. И пятерки, да? Да. Есть пятерки? Аплодисменты Насте, она ударнется, передаем микрофон, передаем микрофон, говорим в микрофон. Говори, меня зовут? Меня зовут Маша. Я пока? Я пока не хожу в школу. Но скоро в нее? Пойду. Пойду, аплодисменты Маше. Умница Маша рискнула и вышла на эту сцену. Передавай микрофончик, не трогаем кнопочку. Давай, громко. Меня зовут Настя. Я с девяностой школы. Буду переходить во второй класс. И у меня одни пятерки, наверное, да? Да. И у нее одни пятерки. Аплодисменты Насте отличницы. Меня зовут? Меня зовут Вова. Я учусь в школе 13-17. Она находится в Москве. О-о-о! Вот это да! Аплодисменты москвичьи на сцене. Итак, я перехожу в четвертый класс. Я учусь на пятерке и четверке. Умничка! Вы тоже можете аплодировать. Давайте дальше. Меня зовут? Меня зовут Лев. Я перехожу в третий класс. Учусь в девяносто восьмой школе. Учусь на одни пятерки и тройки. А ты мой хороший! Аплодисменты за честность ему! Ну, давайте дальше. Меня зовут? Меня зовут Костя. Я перехожу. Я перехожу в второй класс. Учусь? Учусь. Очень хорошо. Девятый. Девятый. В школе? В девятой школе? В девятой школе. У меня одни? Двойки и тройки. Двойки и тройки. Не ланшует, конечно, но все равно аплодисменты. Костя, ты юморист. Давай. Говори вот так вот в микрофон. Меня зовут? Меня зовут Георг. Я еще? Я еще нахожу в школу. Но скоро в нее? Ну, скоро мы ее пойдем. Аплодисменты Георгу. Перехожу в микрофон. Меня зовут? Меня зовут Юля. Я учусь в 102-й школе. Я учусь на Ударно. У меня третье место в школе. Перехожу в какой класс? В третий. Аплодисменты Юле. Третье место в школе. Меня зовут Таисия. Я перехожу. В какой класс? Я пока не хожу в школу. И скоро уже пойду. Да ты моя умничка. Аплодисменты Таисии. Меня зовут? Меня зовут Лера. Я учусь на первой школе. Перехожу в 4-й А-класс. Прекрасно. Я учусь только на 1-й четверке. Умница, умница. Спасибо, что ты есть здесь. Аплодисменты Лере. Ну-ка. Меня зовут Саша. Я пока? Я пока не хожу в школу. Не скоро в нее пойду. И даже уже записался. Правда же? Да. Саша, я хочу тебе передать привет от твоей мамы. Помаши ей вон туда рукой. Скажи, мама, мне привет передали. Говори. Мама, мне привет передали. Прекрасно. Передавай микрофон. Меня зовут Роберт. Я учусь в 96-й школе. Я перехожу в 3-й класс. И учусь на 1-й пятерке. Молодец, Роберт. Итак, аплодисменты всем. Вы тоже аплодируете себе. А вот теперь давайте мы посмотрим, какая из команд соберется быстрее. На счет 3. Одна команда должна быть там, а другая здесь. Раз, два, три. Вот, мне нравится, это неразберина. Так, очень хорошо. Здорово. Посмотрите, это конкурс. Ура, у нас все получилось. Аплодисменты обеим командам. Вот смотрите, чтобы командам было удобно видеть, я предлагаю встать вот отсюда по диагонали. Вот давай, Вова, ты на уголок экрана встаешь? На уголок экрана. Нет, ну чтобы тебе экран было видно. Да, диагональ. Смотри, ты вот так встаешь. О, мне можно без микрофона. А вы уже встаёте вот так, но чуть-чуть диагональку. Диагональку делаете. Вот смотрите, сейчас вам каждому видно экран. Да. И ваша команда должна встать дальше. Договорились? Да. Итак, договорились. Теперь посмотрите, пожалуйста, и скажите, выбрали ли вы в своей команде капитана? Капитана. Да? Кто у вас капитан? А у вас уже сформировано всё, прекрасно. Итак, кто у вас капитан? Роберт. Вот смотрите, капитаны сейчас выходят на сцену и встают друг перед другом. Вот сюда, да, прям напротив друг друга. Встаём. Подойди к нему поближе. Дело в том, что каждый, почему-то, участник игры «Крестики-нолики» хочет стать крестиком. Даже потому что говорят, что нолик, ну это как будто бы пустота. Поэтому, чтобы определить, кто какой себе выбирает значок, мы сыграем с вами в игру, которую мы вчера познакомились. Которая называется «Принцесса, дракон и самурай». Давайте вспомним, капитаны, как у нас выглядят «Принцесса». Давайте. Не слышу. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Прекрасно. Дракон. Самурай. Итак, сейчас команды могут успокоиться и волноваться за своих капитанов, потому что именно капитаны сейчас определят, кто будет начинать игру первым. Понятно? Итак, капитаны, смотрим друг на друга. На счет три вы показываете либо «Принцессу», либо «Дракона», либо «Самурая». Готовы? Да. Раз, два, три. И, по-моему, Роберт, вырывай победу у команды соперника. Вставай, Роберт. И Роберт, в вашей команде предоставляется право придумать, ну, например, выбрать, крестики вы или нолики. Кто вы будете? Нет, это командная игра, вы должны договориться. Давайте. Итак, кто вы будете? И вы тоже. А, ну, кстати, как вам что останется? Итак, Роберт, наша команда? Крестики. Значит, ваша команда будет? Крестики. Крестики. Итак, смотрите. Ну, например, вы говорите «Машина», и мы ее открываем. Понятно? Но дети на этом табло спрятались три смайлика. Если ваша команда откроет улыбающийся смайлик, то ваше право будет просто так поставить свой значок. Но если ваша команда открывает плачущий смайлик, то тогда право поставить свой значок перейдет к команде соперников. Все понятно? Да. Итак, крестики, нолики, и нолики у нас начинают. Итак, нолики, пожалуйста, это командная игра. Посовещались, выбрали ячейку. Бегом. Бегом. Итак, держи, капитан. Держи. И ты говоришь. Велосипед. Они выбирают велосипед. Итак, давайте посмотрим, что же спряталось под ячейкой велосипеда. О, ничего себе! И команда нолики сразу же зарабатывает право поставить на этом месте свой знак. И Павел Иванович сейчас нам сразу же его... Нет? Они нолики. Они нолики. Ой, батюшки, что у нас получилось? Какая-то страшная фигура. Но все равно нолики просто так заработали право занять ячейку. Аплодисменты нолика. Ну что ж, и ход переходит к команде Крестики. Отдай, пожалуйста, микрофон. И Крестики выбирают ячейку. Давайте, что вы выбираете? Итак, мы выбираем? Мы выбираем барабан. Барабан. Вот так, не видно. Барабан. Правый низ. Да что ж такое-то? Вы сейчас все уже смайлики. И что, вы помните по правилам игры? Это снова нолик. Вот это да! Но не грустите, это самое начало, и у вас еще все впереди. Лера, отдавай микрофон. Итак, пожалуйста, Роберт. Роберт. Машину! Машинка! Ничего, сейчас все будет. Машинка! Машинка! Павел Иванович, да так все было бы слышно. Лера, дыши. Это чтобы вам не бегать-то. Спасибо, Павел Иванович. Скажите спасибо, Павел Иванович. О, кстати, я без него говорила так же громко. Итак, машинка, смотрим. Да что ж такое-то? Да что ж такое-то? Все сломалось? Да что ж такое-то? А может быть, это потому, что у нас микрофон подключен? Так, давайте посмотрим. Машинка. Машинка. Веселая эстафета. Сейчас мы с вами проведем веселую эстафету прямо на сцене. И какая команда победит, та команда будет иметь право написать свой значок в этой ячейке. Все понятно? Сейчас берем вот эти вот микрофоны. Вот туда кладем, где у меня сумочка. Да. Команды выстраиваются вот там, где стоят стулья друг за другом. Держи. Обе команды выстраиваются друг за другом. Вова и Саша несут стульчики мне сюда. Вова и Саша несут стульчики. Давайте. Команда, отойдите, чтобы они поставили стульчики вот здесь. Один ставим вот здесь. Саша. Вот здесь. А второй на этом же уровне, но подальше. Вот здесь. Да-да-да-да-да-да-да. Прекрасно. Итак, за капитанами встает команда в одну линию. За капитанами. Вот Лера встала правильно. На ее уровне становится Роберт. Роберт. Роберт ориентируется по Лере. Посмотрите, начало движения у нас начинается от края экрана. И именно оттуда мы с вами проведем веселую эстафету. Почему она веселая? Да потому что не настоящая. Итак, я выдаю капитанам команды по одной ракетке. Не-не-не, не уходите. И по одному шарику. Эстафета очень простая. Послушайте ее, как она будет проходить. Итак, вы кладете шарик на ракетку. Кладите. Давай, Лера, ты будешь показывать. И таким образом ты идешь до этого стула. Смотрите, 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 смотрите. Берешь шарик рукой, кладешь на стул. И бежишь туда. Тут неудобно, конечно. Так, куда же... Так, давайте придумаем. Быстренько, быстренько придумаем, куда мы будем класть. Нам нужна какая-то коробочка или еще что-то. Это будет очень долго. Ну, пробуйте. Давайте попробуем так. Так, это сложнее. Итак, смотрите, вообще, конечно, да, была бы здесь коробочка, было бы удобнее. Иначе шарик будет убегать. Самое главное команде... Лера, давай тогда еще раз показываем. Пошли. Итак, обегаешь стул с той стороны, с той стороны. Идешь сюда. И снова, и передаешь следующему участнику. Все понятно? Да. Сильно торопиться не нужно? Потому что шарик может что сделать? Упасть. Здесь важна ловкость рук, координация и быстрота движения. Итак, команда готовы? Да. Не слышу. Да. Ну что ж, тогда на старт. Внимание. Марш. Аккуратно, аккуратно. Рукой не поддерживать. Соня с Леней. Давайте, давайте, давайте. Ага. Поднимаем. Хорошо. Ого. Молодец. Не сдавайся. Так. Таисия, это понимаете? Юлька, молодец. Свою команду. Ну вы хоть поддерживаете, не знаю, вот. Соня с Леней. Давайте, давайте, давайте. Итак, тоже вперед. Ах, ах, ах. Так, Коса, молодец. Лева, молодец. Так, 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 так. Маша очень близко вышла. Так, Георг, покажи глаз. Давайте, давайте, Маша. Молодчина, Георг. Молодец, молодец, молодец. Еще чуть-чуть. Настя. Настя, Настя. Спасибо, Леоня. Сашка. Так, мы ждем Саши. Главное, не сдаваться. Главное, не сдаваться. А нет, натуги даже помяли, шарик. Молодец, Александр. Вот он знал, что уже команда соперников закончила, но все равно до конца выполнил свою задачу. Аплодисменты. Давайте обеим командам скажем. Молодцы. Молодцы. Я не вижу Ваших ручек. Не научились. Итак, пожалуйста, Леточка, помоги мне. Возьми у него и ракетку, и. Шарик, да, положи он в тот пакетик, и команда Ноликов возвращается на свои места. Да, можно туда задвинуть Роберта и Вова. Задвиньте, пожалуйста, стюрочки туда, чтобы они нам не мешали. Но и так как у нас веселые стопейки победили снова Нолики, я так поняла, что у нас сейчас все будет. Вот это да. Ах, конечно же, Нолики сейчас выберут. Что? Что Нолики выберут? А крестики выбирают. Почему? Нолики сейчас выбирают. Почему? Они выбирают. Но Ваша задача все равно выбрать ту же ячейку, иначе они зачеркнут. Хотя, кто его знает. Итак, пожалуйста, команда крестиков выбирайте. Возьмите. Подождите, еще не факт. Еще не факт. Ну, что, что один взяла? Роберт, где ты уже возьми микрофон? Итак, Лера, выбираем. Георг, где твоя команда? Мы выбираем? Юлу. Мы выбираем Юлу. Давайте посмотрим. О, Юла. Это игра, которая называется «Найди лишнее». Сейчас перед вами, я говорю именно крестиком, появится картинка, на которой будет кто-то лишний. Ваша задача выбрать этого лишнего и определить, объяснить почему. Все понятно? Команда крестики понятно? Нолики пока молчат. Молчат. Поехали. Итак, пожалуйста, команда крестики. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Дятел. Почему? Потому что это птицы, а сейчас они животные. Это не животные, а звери, да? Или млекопитающие. А ты знала, что птицы, это тоже животные? Да. Ну, а почему говоришь, это птицы, а это животные? Потому что эти млекопитающие, а дятел нет. А вообще все они животные. Поэтому ответ правильный. Дятел, птица, остальные все у нас представители зверей или млекопитающие. Аплодисменты. Молодцы. Следующая картинка уже будет для команды. Нолики. Нолики. Кто больше из вас правильных ответов даст, та команда и победила. Итак, пожалуйста, нолики. Определяйте. Слон, 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 слон. Слон. Почему? Подождите. Потому что он живет в Африке. А остальные где? В Австралии? А коровы, лошади и овца, они могут еще быть домашними. Так вот, скажи правильный отличительный признак. Слон лишний. Слон лишний, потому что он не домашний. Конечно же. Давайте посмотрим правильный ответ. Слон это дикое животное. Овца, корова, лошадь домашние. Аплодисменты. Пожалуйста, продолжаем. Команда. Кристики. Божья коровка. Почему? Потому что это насекомые, все остальные животные. Опять животные. Животные все, а остальные все звери можно назвать. Или блекопитающие. Давайте проверим. Конечно, аплодисменты. Пока все команды отвечают правильно. Пожалуйста, Роберт, ваш выбор. Ой, вернее, ваше объяснение. Экран не закрывайте. Экран не закрывайте. Экран не закрывайте. Итак, кто отвечает? Мощь. Объясняй. Рыба. Что? Это мощь. Потому что... Потому что... Так, давайте так. У нас нет, если объяснения, бал мы вам не засчитываем. Ну, Вова, у вас командная игра, пожалуйста, обратись к капитану. Это рыба, потому что она... Где у нас рыба, покажите. Рыба, потому что она плавает. И она... Руки, ноги, дожди. Да, подожди. Она только умеет плавать, а все другие, это, получается, земноводные. Кто земноводные? Вот это, ну, той картинке тоже земноводные? Ух, какая-то. Нет, нет, нет. Команда у нас, Ноликов, она пока еще не договорилась с всей командой. Итак, идите. Все остальные ящерицы? Да, все остальные ящерицы. Лягушка тоже ящерицы? Да, она относится к ящерицам. Лягушка относится к ящерицам? Ну, я немножко не соглашусь, потому что ящерицы это вообще совсем другая группа. Ну что, ответ был действительно сложный. Мы не засчитываем вам балл, потому что вы немного не разобрались. А дело в том, что, ребят, это морской котик, это действительно млекопитающее. А теперь, внимание, на картинках, на первой картинке. Тритон в воде. Рядом на камне саламандра. А это лягушка. Ребят, их всех называют земноводные. А знаете, почему их называют? Почему земноводные их называют? Знаете? Потому что они могут жить и на суше, и в воде. Земноводные. Понятно? Аплодисменты за такие вот умения как-то определяться. Пожалуйста, крестики ваши лишние. Пигвин. Пигвин. Почему? Потому что он живет на морозе, все остальные могут находиться в тепле. А корова зимой тоже на морозе живет? Почему нет? Итак. Пигвин это птица. А все остальные? Конечно, конечно. Вы просто, наверное, его узнали. Смотрите. Корова, снов. А это синяки. Это млекопитающие. А почему их называют млекопитающие? Потому что они рождают живого детеныша и кормят его молоком. Понимаете? А пингвин, как рождается у него детеныш? Правильно. Это птицы. Итак, правильный ответ. Аплодисменты. Продолжаем. Команда Нолики. Думайте. Думайте, 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 думайте. Нет, ну подожди, Маш. Рассуждайте сначала вместе. Почему? Кто лишний? Почему? Не закрывайте экран. Экран не закрывайте. Сделайте шаг назад. Все, да. Не надо мне говорить. Мы только принимаем ответ в микрофон. Итак, команда Нолики. Берем ответ. Панда. Мы думаем панда, потому что? Потому что она живет в Африке. Панда в Африке? Ну что ж, это неправильный ответ, ребята. Посмотрите внимательно. И лось, и зебра, и панда, они травоядные. Кушают только травку. А еж, он может есть все. Поэтому его называют всеядное животное. Представляете? Ну, аплодисменты для поддержки. Лера. Ваш. Ваши картинки. Кенгуру. Потому что? Потому что кенгуру на всех остальных картинках нарисованы кошачьего семейства. Умница. Аплодисменты. Действительно, семейство кошачьих, да еще и хищники. А кенгуру, мало того, что не семейство кошачьих, еще и травоядное. Молодец, Лера. Следующая картинка для Ноликов. Будьте внимательны. Не надо говорить мне, у вас командная игра. Вы должны обсудить, а потом выдать результат. Итак, кто же у нас тут лишний? Медведь. Потому что? Потому что он большой, а все остальные маленькие. Ну, это глупо, согласись. По величине. По величине. Давайте посмотрим правильный ответ. Ребята. Медведь, суслик и бурундук, они впадают в спячку. А белочка зимующее животное. Правильный был ответ белка. Аплодисменты команде Нолики. Продолжаем. Лера, ваша команда. Смотрим, смотрим. Рысь. Ну, это немножко не рысь, наверное. Это пума. Ну, мы сейчас узнаем. Почему? Потому что она не живет в воде, она все свое время проводит на суше. На суше. Ну, я думаю, что да. Морские животные. Кстати, вот эта верхняя картинка, это кашелот, ребят. Вот это морж. И дельфин, это морские животные. А пума, кстати, это пума. Аплодисменты, Лере. Она ее знала. И Костя. Молодец. Аплодисменты Костя. Умничка. А пума сухопутная. Пожалуйста, команда Нолики. Это сложно. Но, возможно. Итак. Итак, пожалуйста. Команда Нолики, давайте. Нолики быстрее. Нолики. Итак, правильный ответ. Мы дома. Это вот это точно не пума. Это уже тигрицы. Или львицы. Львицы, да. У тигрицы все-таки будет окрас другой. Это львицы. Итак, мы думаем. Пожалуйста, Роберт. Роберт. Давай Костя. Лишние. Он называет пумами, если хочешь. Пумами. Потому что? Потому что? Потому что? Потому что они хищенники. Вот то, что воспитатель вам подсказку дала из зала. Мы не принимаем этот ответ. И, естественно, правильно мы его не будем считать. Но здесь еще все проще. Посмотрите, можно было какой еще признак. Тигрицы, бегемот, жираф. Это животные Африки. Акала. Животные Австралии. Аплодисменты. Команда. Есть у нас еще, Павел Иванович? Еще два. Лера, ваша? Ну, это баран, наверное, да? Ну, может быть, такая огромная ящерица. Ну, ящерица. Почему? Потому что она не может жить в холоде и в воде. Потому что их так и называют присмыкающиеся или теплокровные, да? Это баран, ребят. Это огромная ящерица. Это животное пустыни. А все остальное это животные Крайнего Севера. Умнички, аплодисменты. И команда Нолики, не сдавайтесь. У вас осталась последняя картинка ваша. Роберт, ты тоже закрываешь картинку. Смотрите. Ну, кто это может быть лишний? Баран. Почему? Остались все зимние. Зимние. Ну, немножко не зимние, да? Итак, баран, потому что летние, а все остальные зимние. Давайте узнаем правильный ответ. Ребят, здесь все проще. Это домашнее животное. А вот снежный барс, амурский тигр. И вот это вот на картинке, ребят, выхухоль. Еще это, всем и прочим, они животные из Красной книги. А баран в Красную книгу не занесен. Ну, мы принимаем этот ответ у вас. И все прекрасно. Единственное, давайте узнаем у Павла Ивановича, кто дал больше правильных ответов. А, Александр у нас, да? Саша? Выигрывая крестик, из-за чего-то шесть, шесть, один. Шесть, один. В данном случае победа одержали крестик и аплодисменты. А чтобы нолики расстроились, расстройство ведет как раз-таки к непобеде. Сколько ноликов на экране? Почитайте. Три. Крестик был сколько? Один. Они борются, а вы сразу скисли. Итак, теперь право выбора у команды нолики. Молодец, Юлечка. Вот собрала всю команду. Отойди, пожалуйста, Роберт. Ты закрываешь, да? Итак, кто говорит? Костя? Костя? Мы выбираем. Кост, быстрее. Кост, время. Зонтик. Не честно, Костя. Это командная игра. Договоритесь, пожалуйста. Самолет. Самолет. Дети выбрали самолет, и мы смотрим. О, самая моя любимая. Угадай мелодию. Вы готовы? Да. Нет, начинай. Да. Отдай микрофон капитану. Капитан. Мы начинаем с капитанов. Как это будет выглядеть, я вам сейчас расскажу. Возьми, пожалуйста. Итак, я сейчас... Пошли. Закройте? Можем закрыть? Или не надо? Можем. Смотрите, я буду своего рода колокольчиком. Он опять включился. Я буду своего рода колокольчиком. Сейчас ко мне подходит капитан Роберт. Остальные все встали друг за другом. Друг за другом. Да. Смотрите. Сейчас будет. За левый встали и за Роберт встали. Вот так встали. Вот так встали. Вот так. Александр, давайте. Вот так. Посмотрите. Посмотрите вот так. Саша в конец. Саша, встаньте друг за другом. Саша в конец. Саша, встаньте друг за другом. За левого. За левого. Вот. Смотрите, сейчас будет звучать мелодия. Кто из вас первый ее узнает? Смотрите, вот так вот я руки держу. Вот покажи, Вера. Нужно будет коснуться моей руки. То есть, значит, тот человек первый узнал мелодию. Понятно? Мы останавливаем музыку. Вы называете мелодию. Если правильно, браво. Саша записывает вам плюс. Если неправильно, Саша записывает плюс в другой команде. Все понятно? Готовы? Да. Готовы. Итак, первая. Первая была Лера. Ягодин Маленко. Это правильный ответ. Тоже мы отдаем микрофон. Следующему отдаем микрофон. Вставай в конец. Вова и Настя. Пожалуйста. Настя. Юность. Говори. Сух поставлен на все. Молодец. Какая я. Микрофон дальше. Отдал аплодисменты уже. Так. Другую руку возьми микрофон. Так удобнее. Слушаем. Костя. Руку, руку. Никачу. Да ты должен был меня ударить по руке. А первым оказался Лёва. Никачу. Вот видишь, ты узнал, но не выполнил условия. Аплодисменты Лёве. У него красный рост. И так. Значит. Настя и Тася. Помните? Сначала нужно показать, что вы узнали. Не называйте. Сначала. 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 Я называю. Первая была Тася. Это. Это. Сначала. Ну, к сожалению, Тася. Значит, мы балл отдаем команде. Малитет. Аплодисменты. Аплодисменты, да. Скипио-папа. Скипио-папа. Молодец. Передаем микрофон. Передаем следующему. Егор и Маша. Слушаем. Ну, давай, Гегор. Ну, с вами медведь. Молодец. Молодец. Егор, давай. Ну, давай. Санька. И Юля. Собачий вальс. Молодец. Саша, передаем еще один круг. Еще один круг. Давай, Рубер. Так. Фиксики. Молодец. Саша, передаем микрофон. Вова и Тася. Ты же недавно была. Ну, ладно, давайте. Это была мелодия из мультфильма «Временские музыканты». Куда идет король? Большой секрет. Большой секрет. Большой секрет. Большой секрет. Даем микрофон дальше. Итак, Коса, помнишь, не надо торопиться? Помнишь? Давай. Провойню. Провойню. А как это называется это? День победы. Молодец. Мы даем микрофон. Настя и Лёва. Слоник. Слоник. Слоник, Настя, это неправильный ответ. И команде критики достается свою бабушу. Былая песня. Про король. Ведь так не бывает на свете, Что были потеряны дети. Передаем микрофончик. Передаем. День победы. Маша. Я водяной, я родной. Поговорил бы, кто со мной. Никому не достается бабу. Передаем микрофон. Он передаем. Итак, Саша и Юля. Маша и Медведь. Маша и Медведь. Маша и Медведь. Итак, да. Ну, Маша и Медведь, да. В прошлый раз мы засчитали. Значит, это у Маши и Медведя мы тоже засчитаем. Аплодисменты и мы заканчиваем этот тур. Заканчиваем. Угадай мелодию. Аплодируем. Саша считает. Саша считает. Стоемся на свои места. Саша считает. И говорит, что в Игрии, угадай мелодию. Побеждают Кристики. Завершат вам 64. Побеждают Кристики. Ура! И Кристики снова ставят свой Крестик. Ну, по-моему, тут уже получилась полная каша. Ну, смотрите, какие молодцы Кристики. Они разгадали стратегию. А вы Кристики? Нет, это наша не Кристика. Вы же не Кристики, а вы продули сейчас. Извините. Вообще-то выиграли Кристики. Вы забыли, что вы Нолики? Итак, поддерживаем аплодисменты Кристики и Нолики. А выбирает сейчас кто у нас? Кто выбирает? Мы. Выбирает. Мы. Мало того, что вы не помните, они не помнят, и я не помню. Они выбрали самолетик. Умница, Лера. Вот ты у нас будешь самая ответственная. Запоминай, кто выбирает. Итак, команда Кристики выбирает. И вы выбираете? Часы. Часы. Итак, смотрим. О-о-о-о! И, конечно же, сейчас я понимаю, что Нолики должны выбрать что? Нолики что должны выбрать? Только быстренько посоветуйтесь, Нолики, Нолики, Нолики. Нолики. Кстати, а подождите, смотрите, давайте подумаем. Если вы выбираете зонтик и проигрываете, то у нас может закончиться игра досрочно. А может быть, наоборот протянуть дальше? Смотрите, мы можем с вами сейчас... Вы думайте, думайте, стратегия. Не факт же, что вы зонтик отгадаете, правильно? Вы же можете и проиграть, но согласитесь. Поэтому думайте, либо зонтик, либо как. Я не настаиваю, решайте сами. Зонтик! Зонтик! Это что? Да зонтик! Вова, ты не аргументируешь, а просто приказываешь. Роберт понял мою тактику, да? Вот смотрите, еще раз. Смотри, Вова. Вы выбираете зонтик и проигрываете в этой игре. Что там появится? Они песик поставят и выиграют. Вот. А если вы выберете, например, трубу и проиграете, они поставят крестик, но еще не выиграют. Понимаете? Как? Почему? Потому что они нечего будут зачеркнуть. Ты саму игру, Вов, знаешь, крестики-нолики? Роберт, догадался? Да. Итак, все-таки, что вы выбираете? Команда, нолики. Трубу. Ну, давайте трубу. Итак, труба. Вот мешают, вот руки вот эти мешают. Труба. Это правда или ложь? Отодвиньтесь, отодвиньтесь, не видно ничего. Костя, вот отсюда тоже видно. Вот, Настя, туда. Смотрите. Ну, вы все знаете, что такое правда? Правда – это когда мы говорим честно. А ложь – это когда обманываем. Владимир, ты хочешь уйти со сцены? Пожалуйста, мы тебя заменим. Ну, это не очень хорошо, когда ты гундишь и гундишь, гундишь и гундишь. Итак, ребят, правда или ложь? Сейчас я вам буду читать утверждение, а ваша задача – командой решить, правда это или ложь. Понятно? Итак, поехали. Правда или ложь? Вова, я же тебя попросила. Итак, пожалуйста, команда нолики. Послушайте. Вот тарантул, видите, он изображен на картинке. Говорят, что он может всю жизнь обходиться без пищи. Вы должны решить, правда это или ложь. Итак, мы решили? Правда. Что это правда? К сожалению, ребята, это ложь. Дело в том, что, посмотрите, тарантул действительно может очень долго обходиться без пищи, целых два года, но всю жизнь он без еды не выдержит. Аплодисменты команде нолики. Крисики ваши, правда или ложь? Змей не моргают. Решайте командой. Командой решайте. Лёва, командой. Не слушай подсказку, они не знают. Итак, Йорк, вот тоже помогай команде. Итак, мы думаем, что это правда. Что это правда. И это правильный ответ. Дети, конечно, змеи не моргают, потому что их глаза всегда закрыты прозрачными, сросшимися веками. Аплодисменты Крисикам. Нолики ваши. Ваше утверждение. Королевская кобра. Самое смертоносное животное. Правда это или ложь? Правда. Правда? К сожалению, это ложь. Потому что, ребята, оказывается, самым смертоносным животным в мире для человека является комар. Да, укусы комаров приводят к гибели более 1 миллиона человек в год. Да. Но, конечно, это не те комары, которые у нас летают. А комары, которые, да, они могут переносить всякие болезни. Слышали, какой малярийный комар? Слышали, да? Он всякую заразу переносит, поэтому кобры не считается самым смертоносным животным. Лера, Ваша, муравьи не спят. Ложь. Это ложь. Действительно, это ложь. Этот вопрос вызывает немало споров. И долгое время считалось, что муравьи действительно не спят. Однако это не совсем так. Муравьи все-таки спят. Правда, сон их длится порядка минуты. Знаете, такие? Побежали дальше. И побежали дальше. Представляете? Они могут спать за день 200 раз. Представляете, такая? Минута прошла, и побежали дальше. Здорово. Итак, аплодисменты дам Кристика. Нолики, Ваше утверждение. Муравей – самое быстрое, сухопутное насекомое. Итак, как Вы думаете, команда Нолики – это? Ложь. Ложь. Это ложь. И это правильно. Вы сейчас удивитесь. Самое быстрое, сухопутное насекомое – это ракан. Представляете? Да. Он быстрее всех бегает. Ну, сухопутное насекомое. Да, и сухопутное насекомое. Их нету, да? Итак, дальше. О, вот это другое. Лера, это Ваш вопрос. У насекомых желтая кровь. Обсуждайте, обсуждайте. Правда? Правда. Действительно, это просто правда. У них кровь желтоватого цвета. Так, Нолики. Белки страдают амнезией. Я Вам сначала объясню, что такое амнезия. Амнезия – это потеря памяти. Вот знаете, не помнит мгновенно что-то. Белки страдают амнезией. Правда. Да, смотрите. Белка лучше садовник. Миллионы деревьев вырастают, потому что белки забывают, куда спрятали семечки. Представляете? А семечки потом прорастают, и появляется дерево. Молодцы. Давайте крестики. Муха – самая быстрая летающая насекомая. Правда? Правда? К сожалению, нет. Это ложь. Самым быстрым летающим насекомым является стрекоза. Представляете? Продолжаем. По-моему, у нас последний, да? Вопрос для нориков. Верблюд может обходиться без воды дольше, чем жираф. Вова, ты такой пессимист. Мне кажется, команда уже, даже если бы, она уже просто страдает. Итак, давайте все-таки, команда, решите, правда это или ложь. Ну, просто я. Нет, я в командной игре не существует. Есть мы. Мы думаем. Мы думаем. Давай, капитан. Быстрее, быстрее. Правда. Что это правда. Но, к сожалению, это неправильный ответ, потому что, ребят, оказывается, верблюды действительно могут обходиться без воды до двух недель, но жирафу могут протянуть еще дольше. А абсолютным чемпионом в этом состязании является крыса. Она дольше всех может прожить без воды. Еще есть, господи Иванович? Крестики. Это блоха. Блохи, знаете, прыгают на собаку. Вот блоха, говорят, быстрее ракеты. Ложь. Ложь. Это ложь. К сожалению, это правда, потому что прыжки блох достигают умопокрочительных высот 8 сантиметров в миллисекунду. Каждый прыжок придает блохе ускорение, в 50 раз превышающее ускорение космического корабля. О! Вот это да! Есть еще у нас, Павел Иванович? Есть. Пожалуйста, нолики. Нету, трех собаки не умеют лавить. Мне не надо говорить. Вот капитан, с ним. Да просто, пожалуйста, Вов, ты должен аргументировать. Правда. Это правда? Да, это правда! Собаки африканской породы басынджи не лают. Они издают особо свойственные только басынджи звуки, похожие на урчание. Но их можно услышать лишь, когда собака взволнована. Вот она красивенькая, а лает не умеет. Есть еще Павел Иванович? Последняя для крестика. Акулы не болеют. Ложь. Это ложь. К сожалению, это правда. Обратите внимание, дети. Кожа акул содержит в себе определенные виды антикоагулянтов. Ну, неважно, чтобы вам не понимать, что это такое. Но, в общем, обладает его кожа антибактериальными свойствами. И сейчас ученые изучают ее в надежде найти лекарство от различных вирусов, заболеваний и даже в раках. Поэтому акулы никогда не болеют. Ну что, аплодисменты обеим командам. Давайте. Мы будем встречать еще один групп, потому что пока еще травмы 3-3. Каждая команда по всей ответственности. А как мы еще сыграем? Круп? Еще одна есть? Да. Итак, давайте, да. Итак, кто у нас отвечает сейчас? Мы. Нолики. Вы только что отвечали? Нет. А, да. Теперь отвечают нолики. Одна пчела в течение жизни может произвести до одного килограмма меда. Правда? К сожалению, это ложь, потому что в течение жизни хлопотливая пчелка производит одну двенадцатую чайной ложечки меда. Представляете, килограмм. Это вам швак, швак, сколько надо ложечек меда. Ну что ж, это было решающее у нас, это было решающее у нас задание. И Александр, кто вырывается вперед? Пожалуйста, кто отвечает. Пауки ненасекомые. Пауки ненасекомые. Пауки ненасекомые. Правда? Потому что у них восемь ног. Это правильно, потому что пауки относятся к отдельному классу, который называется паукообразные аплодисменты. Мы продолжаем играть, Тавел Иванович? Опять в квестики победили. Итак, снова победа за крестиками. Вот видите? Понял, да? О чем я говорила в прошлый раз? Вот видите? А если бы вы выбрали зонтик, победили бы крестики, надо бы сейчас закончилась игра. А сейчас уже... А нет, крестики еще могут выиграть. Итак, крестики выбирайте. Зонтик. Зонтик. Вот сейчас вам нужно собраться, нолики. Вам надо собраться. Сказки-загадки. Итак, сказки-загадки. И мы начинаем с крестиками. Крестики – ваше задание. Свой дом зимою в холода. Короче, здесь будет, ребят. Либо название сказки, либо какой-то герой. Сейчас кто отвечает? Света. Бог, ну ты чего? Ребят, смотрите. Здесь может быть либо сказка, либо какой-то предмет из сказки. Кто уже прочитал? Может, тот молодец. А кто не прочитал? Ну, то есть, помните, да? Лубиной дом построила зайка. И так кто-то прогнал петуха в леса. Как называется эта сказка? Заяц. Вот сюда возьми метро. Лиса и заяц. Лиса и заяц. Такого я даже не знаю. Это называется «Заюшкина избушка». К сожалению. К сожалению. Следующий вопрос для ноликов. Дед и баба вместе жили. Дочку из снежка слепили. Но костра горячий жар превратил девчушку в пар. Дед и бабушка в печали, как дочок увеличали. Я читал. Снегурочка. Снегурочка. Правильно. Молодцы. Следующий для крестика. Что за сказка? Кошка, внучка, мышка и собака жучка. Деду с бабой помогали, корнеплоды собирали. Вместе. Обсудите вместе. Они даже не услышали еще. Они даже не услышали. Лер, читать не умеют. Мы же должны с ними как-то советоваться. Редко. Это редко и правильный ответ. Павел Варши, торопитесь. Уходя, просила мать никого не открывать. Но открыли дети дверь. Обманул зубастый зверь. Песню мамину пропел. Кто же всех козлятах съел? Обсудите вместе. Северокозлят. А такой сказки нету. А северокозлят и волк. А волк и северокозлят. А волк и северокозлят. Конечно, волк и северокозлят. Это правильно. Следующее. Удивляется народ. Едет печка, дым идет. А Емеля на печи ест большие калачи. Чай сам наливается по его хотению. А сказка называется? Пощучи на умиление. Саша? Пощучи на умиление. Молодец. Молодцы. Команда крестики. Правильно. Нолики. На тарелочке бежал. Поостыл. Поостыл и убежал. Встретила у зверей в лесу. На виду свою лесу. Ей попался на зубок. Круглый вкусный. Колобок. Умнички. Это колобок. Правильно. Продолжаем. Возле леса на опушке трое их живет в избушке. Там три стула и три кружки, три кровати, три подушки. Угадайте без подсказки. Кто герой этой сказки? Рим и третя. Правильно. Умницы. 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 Давайте нолики. Сидит в корзинке девочка. Умнички за спиной. Отойдите, пожалуйста. Да, да, да. Так не надо делать. Умнички за спиной. Умнички за спиной. Он сам того не ведет и несет ее домой. Ну, отгадал загадку? Тогда скорее скажи название этой сказки. Красная шапочка. Маша и Медведь. Ну, к сожалению, на экране уже была Маша и Медведь. Но вы даете нолики. Красная шапочка. Она чуть сидела в корзине у Медведя. За спиной. Там был вообще волк. Вилк. Вилк. Кресики. Стрела молодца угодила в болото. Но где же невеста? Жениться охота. А вот и невеста. Глаза на макушке. Невеста зовут? Царевна лягушка. Проверяем. Правильно. Умнички. Умнички. Нолики. Колотил да колотил по тарелке носом. Ничего не проглотил и остался с носом. Колотил да колотил по тарелке носом. Ничего не проглотил и остался с носом. Говорят, с носом остаться, это остаться в дураках. Это твою дознание. Ты должна остаться. Буратино. Дети колесают журавли. Вы помните, как они друг друга угощали? А вот представьте, журавль колотил по этому. Следующие кресики. Кресло это не простое кресло, это золотое. Только царицы могут в кресле садиться. Что это за кресло? Сказочное кресло. Что это за кресло? Терри короля. Ну а как называется? Это вы отвечаете. Нет ответа? Показывай, Павел Иванович, это трон. Вы не знали? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Продолжаем нолики. К лесу передом споит и кривой трубой дымит. Там егалестная бабка на печи зевает сладко. Что это такое? Я не знаю. Павел Иванович, давай. Ребят, ребят, внимательно прочитайте. Внимательно прочитайте. Что это такое, да? Избушка на курить ножка? Проверяем. Это избушка на курить ножка. Продолжаем крестики. Кто знает эту сказку с детства, поймет, о чем я говорю. Какое транспортное следствие Емелью привезло к царю. Ну уж только что это было даже. Печка. Печка, конечно же, печка. Продолжаем. Это скатерть знаменита тем, что кормит всех досытых. Что сама собой она вкусных кушаний полна. Скатерть самобранка. Правильно. Продолжаем крестики. Сладких яблок аромат заманил ту птицу в сад. Перья светятся огнем. И светло в ночи, как днем. Это? Иван Царевич Серый Бог. Это кто? Это же птица. Подожди. Мы сейчас говорим. Смотри. Ту птицу в сад. Причем я говорила, что это за птица? Итак, это же птица. Продолжаем, нолики. На ступе волшебная старуха летит. Так быстро, что ветер за нею свистит. Живет она в сказочной темной глуши. Ты имя старухи назвать поспеши. Баба Ниган. Баба Ниган. Это правильный ответ. Продолжаем. Ага. Мы не можем продолжать. И нам говорит Александр, что в этом туре... Нолики. Нолики. И вот вам удалось не дать им закончить игрок. И давайте проверим. Четыре крестика. Четыре нолика. Карандаши решающие. Игра. Кто получит призы? И это ревусы. Сейчас, внимание. Стоп. Стоп. Так как у нас идет борьба за первое место. Встали друг. Вот так вот. Встали, как стояли. Сейчас может отвечать только каждый за себя. Понятно? У нас сейчас будет 12 ребусов. Каждый отвечает только сам. И передает микрофон. Какая команда больше наберет ответов, та и победила. Все понятно? Итак, кто у нас... Подсказывать можно? Нет. Подсказывать нельзя. Итак, они очень легкие, ребят. Начнем с какой команды? Давайте с малышей начнем. Отдайте им микрофоны. Где у нас там? Иди кости сюда. Нет, ребят, ребусы это такие загадки из картинок состоящие. Нужно вместе собрать и получится слово. Понятно? Ну там могут быть и цифры, и картинки, и буквы, и ловушки всякие. Итак, готовы? Костя, Геворд. И первый начинает. Геворд. Твой ребус, Геворд. Тотянок. Ну это же ребус. Ты помнишь, ты буквы знаешь уже? Нет? К. Тише, тише. Не знаешь? И вот, смотри. Первое написано здесь К. А дальше кто нарисован? К. Нет, кто нарисован здесь? К. Это кот. Кот. А теперь кот нужно перевернуть вверх ногами. Получается какое слово? Ток. А вместе К. Ток. И получается? К. Коток. Но мы, к сожалению, не принимаем этот да ответ. Только потому, что так случилось. Пожалуйста, слушаем Костя тебе. Костя. 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 Тише. 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 Букву знаешь, которую там? На Ф. 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 Давай. Собирай слово. Фонарь. Фонарь. А теперь посмотри, первое слово какое? Ф. Первое слово. Там уже был шар. И теперь Ф. Добавь, что получится? Ш. Шар. Получилось шар. Аплодисменты передаем. Саша, твой ребус. Смотри внимательно. Саша. Это? Тише. Лёва. Саша, ну смотри, кто нарисовывает? Рыба. Рыба. А потом буква К. Что получается? Собирай. Рыбак. Это рыбак. Это правильный ответ. Давайте дальше. Дальше, пожалуйста. Это твой? Экран. Экран. Умничка. Передаем микрофон. Лёва. Лёва, твоё задание. Лёва. Тишина. 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 Собирай, 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 собирай. Лёва, правильно? Бабочка. Умничка, Лёва. Это бабочка. Вова, твоё задание. Вова. Узор. Узор. Умница. Вова. Правильно. Настя, тебе задание. Тишина. Тишина. Нет? Столок. Это столок. Правильный ответ. Маша, твое задание. Никто не подсказывает. Никто не... Запятая впереди, это надо убрать первую руку. У слова. Тишина. Итак, это получается? Это слово? Открываем, Павел Иванович. Это слово кулак. Смотри, Маш, акула. Убираем А, получается кулак. Машенька, ты молодец, только не успела, да? Продолжаем. Дальше, Таисия. Ой, это очень сложно. Вот здесь надо использовать НАД или ПОДД? Я понял. Или НА. Подвал. Подвал. Ну где же ты тут видишь подвал? Смотри. КА-НА-ВА. А ты можешь Павел Иванович вернуть? Смотрите. Видите КА? КА-НА-ВА. Она на ком стоит? КА-НА-ВА. КА-НА-ВА. И получилось? КА-НА-ВА. КА-НА-ВА. Вот такое вот сооружение, созданное природой. Итак, следующее у нас кто? Настя. Настя. Тишина. 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 Асана. Асана. Нет, к сожалению. А-НА-НА-С. А-НА-НА-С. Итак, у нас Лера осталась. И Юля. Лера. Хомяк. Хомяк. Умница, Лера. И Юречка, твой последний ребус. Подсказывай, Юречка, смотри. Въезд. 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 Но это немножко неправильно. Стойте, Байланыч, не переворачивайте. Смотрите. В Е-Ц. А у Яблока убираем первые две буквы. Я-Б. И убираем последние две КО. Остается ЛО. Итак, ВЕ-С-ЛО. Это слово весло. И мы слушаем Александра, который подводит итог. И мы узнаем, кто становится победителем. Итак, победителем становятся крестики. Чуть-чуть им больше улыбнулась удача. Все выстраиваются в одну линию. Зал им аплодирует. Все выстраиваются. Все выстраиваются в одну линию. Дети, мы сейчас в тишину уснем. Все выстраиваются в одну линию. Давайте все друг другу скажем. Молодцы! Ну ты чего? Хороший экран. Итак, уважаемые дети, которые победили. Да, побежденным не достанется приз. А вот те, кто победили, они становятся обладателями волшебных ручек с логотипом орбита. Эти ручки помогают писать контрольные по математике на одни пятерки. Аплодисменты! Аплодисменты! Я подойду! Я подойду! Я подойду! Аплодируем! 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 Молодцы! Крисики, Норики, не унывайте! Поддержим их! Дети, она пишет на пятерки. Контрольные по математике. Сейчас придете в отряд, спрячете в парке чемоданы свои, слышите? И будете их получать одни пятерки. Ну что ж, вы большие молодцы! Крисики, уходите радостные! Крисики, уходите радостные! Крисики, рада микрофона! А вот Норики уходят грустные, что ли? Да ладно, ничего, это же игра! Это только первая игра, у нас их будет еще очень-очень много! Поддержим, давайте, Норики, аплодисментами! Ну что, Норики, убегайте! Ничего страшного, ведь всегда нужно уметь проигрывать! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok